Тема одного – поход по магазинам. Привет, Анна, как прошёл твой вчерашний поход по магазинам с подругой? А это было забавно. Мы пошли в этот новый бутик, и моя подруга примерила этот очень странный наряд. А это было забавно. Мы пошли в этот новый бутик, и моя подруга примерила этот очень странный наряд. Что в этом было странного? Ха-ха, звучит довольно дико. В итоге она его купила. Ни за что. Мы оба рассмеялись и согласились, что это явно не ее стиль. Ни за что. Мы оба рассмеялись и согласились, что это явно не ее стиль. Очень жаль. Но, по крайней мере, вы хорошо провели время, верно. Очень жаль. Но, по крайней мере, вы хорошо провели время, верно. Абсолютно. В итоге мы нашли отличные предложения на обувь и аксессуары. Абсолютно. В итоге мы нашли отличные предложения на обувь и аксессуары. Я даже убедила ее купить пару ярко-синих туфель, которые иначе она бы ни за что не примерила. Отличная работа. Похоже, вы отличный партнер по покупкам. Спасибо. Делать покупки с другом всегда интереснее. Никогда не знаешь, какие безумные наряды они примерят. Тема двух. Вечеринка по случаю дня рождения. Привет, Анна. Ты хорошо провела время на дне рождения прошлой ночью. Привет, Анна. Ты хорошо провела время на дне рождения прошлой ночью. Там было так много людей, и музыка звучала очень громко. Там было так много людей, и музыка звучала очень громко. Да, я слышала это прямо из дома. Для кого была вечеринка? Да, я слышала это прямо из дома. Для кого была вечеринка? Это было для моей подруги Сара. Вчера ей исполнилось тридцать. Это было для моей подруги Сара. Вчера ей исполнилось тридцать. Ого, уже тридцать. Время летит незаметно. Она хорошо провела время. Ого, уже тридцать. Время летит незаметно. Она хорошо провела время. Ах да, ей понравилось. Она даже вышла на танцпол и сделала червяк. Ах да, ей понравилось. Она даже вышла на танцпол и сделала червяк. Ни за что. Жаль, что я этого не видела. Ни за что. Жаль, что я этого не видела. Это было очень эпично. Но затем она попыталась сделать сальто назад, и в итоге упала себе на задницу. Это было очень эпично. Но затем она попыталась сделать сальто назад, и в итоге упала себе на задницу. Ха-ха, очень жаль. Она навредила себе. Ха-ха, очень жаль. Она навредила себе. Нет, у нее все было хорошо. Но сегодня утром она определенно это почувствовала. Она написала мне сообщение и сказала, что больше никогда не будет пить. Классический похмельный ход. Но в целом это звучит как веселая вечеринка. Классический похмельный ход. Но в целом это звучит как веселая вечеринка. Определенно. И торт получился потрясающим. Это был гигантский шоколадный торт с посыпками и свечами повсюду. Теперь из-за тебя я голоден. Возможно, нам стоит устроить вечеринку по случаю твоего дня рождения в следующем месяце. Теперь из-за тебя я голоден. Возможно, нам стоит устроить вечеринку по случаю твоего дня рождения в следующем месяце. А, Боже, я не знаю, готов ли я к этому. Но мы определенно можем купить торт и устроить мини-праздник. Похоже на план. Похоже на план. Тема трёх. Зимняя одежда. Привет, Анна, ты уже начала снимать зимнюю одежду? Пока нет, но думаю, мне пора начинать. Зима наступает. Пока нет, но думаю, мне пора начинать. Зима наступает. Да, пора упаковать шорты и шлепанцы и взять с собой тёплые пальто и ботинки. Ох, ненавижу зимнюю одежду. Они всегда такие громоздкие и неудобные. Ох, ненавижу зимнюю одежду. Они всегда такие громоздкие и неудобные. Да, но, по крайней мере, вы можете носить уютные свитера и шарфы. Да, но, по крайней мере, вы можете носить уютные свитера и шарфы. Кроме того, вы наконец-то можете купить эти милые ботинки, которые вы купили в прошлом году. Думаю, это правда. Но я буду скучать по летним платьям и сандалиям. Мне знакомо это чувство. Но подумайте об этом так, по крайней мере, вам не придётся беспокоиться о том, чтобы брить ноги так часто. Мне знакомо это чувство. Но подумайте об этом так, по крайней мере, вам не придётся беспокоиться о том, чтобы брить ноги так часто. Ха-ха, это один из способов взглянуть на это. Но я все же хочу, чтобы лето длилось вечно. Я тоже. Но до тех пор давайте максимально использовать зимнюю моду. Кто знает, может быть, вам это даже понравится. Я тоже. Но до тех пор давайте максимально использовать зимнюю моду. Кто знает, может быть, вам это даже понравится. Очень сомневаюсь в этом, но постараюсь быть непредвзятым. Тема четырёх. Тяжёлый диван. Привет, Анна, ты можешь помочь мне перенести этот диван на другую сторону комнаты? Привет, Анна, ты можешь помочь мне перенести этот диван на другую сторону комнаты? Конечно, давайте сделаем это. Но выглядит довольно тяжело. Как думаешь, мы справимся? Конечно, давайте сделаем это. Но выглядит довольно тяжело. Как думаешь, мы справимся? Конечно, можем. Мы сильные и способные взрослые. Конечно, можем. Мы сильные и способные взрослые. Хорошо, давайте попробуем. На счёт трёх готовы. Один, два, три. Боже мой, Джон, эта штука весит тонну. Боже мой, Джон, эта штука весит тонну. я знаю верно почему мы подумали что это хорошая идея я знаю верно почему мы подумали что это хорошая идея понятия не имею но сейчас мы не можем бросить курить подумайте насколько успешными мы будем себя чувствовать когда все будет готово понятия не имею но сейчас мы не можем бросить курить подумайте насколько успешными мы будем себя чувствовать когда все будет готово ты прав давайте продолжим ты прав ладно думаю мы почти на месте еще несколько дюймов ладно думаю мы почти на месте еще несколько дюймов да у нас получилось 5 баллов да у нас получилось 5 баллов это было очень напряженно думаю мне сейчас нужен перерыв это было очень напряженно думаю мне сейчас нужен перерыв согласовано но по крайней мере мы знаем что справимся с любой тяжелой работой которая нам попадется согласовано но по крайней мере мы знаем что справимся с любой тяжелой работой которая нам попадется условие что нам не придется делать это снова в ближайшее время да при условии что нам не придется делать это снова в ближайшее время. Достаточно справедливо. Достаточно справедливо. Тема пяти. Превышение скорости автомобиля. Анна, ты только что видела, как эта машина мчится мимо нас. Анна, ты только что видела, как эта машина мчится мимо нас. Да, этот парень ехал слишком быстро. Должно быть, он спешит. Да, этот парень ехал слишком быстро. Должно быть, он спешит. Мне все равно, как сильно вы торопитесь, никогда не стоит рисковать несчастным случаем. Мне все равно, как сильно вы торопитесь, никогда не стоит рисковать несчастным случаем. именно так знаете как говорят лучше поздно чем никогда именно так знаете как говорят лучше поздно чем никогда не могу не согласиться с этим кроме того слишком быстрое вождение может быть опасным и даже смертельным не могу не согласиться с этим кроме того слишком быстрое вождение может быть опасным и даже смертельным и не говоря уже о том что это ужасно влияет на расход бензина и не говоря уже о том что это ужасно влияет на расход бензина в конечном итоге вы потратите гораздо больше денег на бензин если будете постоянно превышать скорость. В конечном итоге вы потратите гораздо больше денег на бензин, если будете постоянно превышать скорость. Это хорошее замечание. Кроме того, вы, вероятно, получите штраф за превышение скорости. Да, и это определённо не стоит тех нескольких дополнительных минут которые вы можете сэкономить да и это определенно не стоит тех нескольких дополнительных минут которые вы можете сэкономить так что давайте просто будем соблюдать ограничение скорости и наслаждаться поездкой в конце концов безопасное добираться туда это то что действительно важно так что давайте просто будем соблюдать ограничение скорости и наслаждаться поездкой В конце концов, безопасно и добираться туда. Это то, что действительно важно. И кто знает, возможно, мы даже доберемся туда быстрее, если избежим аварий или остановок движения. Согласовано. И кто знает, возможно, мы даже доберемся туда быстрее, если избежим аварий или остановок движения. Именно так. Так что давайте сбавим скорость и насладимся путешествием. Именно так. Так что давайте сбавим скорость и насладимся путешествием. Тема 6. Летние курсы для детей. Привет, Анна, ты уже думала, чем заняться с детьми во время летних каникул? Привет, Анна, ты уже думала, чем заняться с детьми во время летних каникул? Да, я собирался записаться на летние курсы, чтобы они были заняты. Неплохая идея. О каких курсах вы думаете? Неплохая идея. О каких курсах вы думаете? Что ж, я нашла действительно классный курс по программированию, который, думаю, им понравится. Кроме того, это пойдет на пользу их будущей карьере. Кроме того, это пойдет на пользу их будущей карьере. Ух ты, звучит довольно продвинуто. Я даже не уверен, что знаю, что такое кодирование. Не волнуйтесь, я вас научу. И кто знает, возможно, вы тоже станете гением программирования. Ха-ха, я в этом очень сомневаюсь. Но это похоже на веселое и познавательное летнее занятие для детей. Определенно. А если ничего не помогает, мы всегда можем отправить их в старомодный летний лагерь и позволить им побегать по лесу. Да, я помню, как в детстве ходил в летний лагерь. Это были лучшие времена в моей жизни. То же самое и здесь. Но у меня такое чувство, что наши дети предпочтут играть в видеоигры, чем разводить костры. То же самое и здесь. Это правда. Но в любом случае, я уверена, что они отлично проведут лето. Согласовано. И кто знает, возможно, они даже научат нас чему-нибудь программирования. Согласовано. И кто знает, возможно, они даже научат нас чему-нибудь программирования. Тема семи. На работе у меня появился новый друг. Анна, сегодня на работе у меня появился новый друг. Отлично, Джон. Как их зовут? Его зовут Дэйв, и он очень любит музыкальный театр. А это круто. Тебе тоже нравятся мюзиклы. Не совсем, но я сказала ему, что сделала это, чтобы мы могли подружиться. Не совсем, но я сказала ему, что сделала это, чтобы мы могли подружиться. Ха-ха, Джон, это не лучший способ завязать дружбу. Вы должны быть честны с ним. Знаю, но мне очень хотелось завести нового друга на работе. И он выглядел очень милым, поэтому я не хотела упускать потенциальную дружбу. Думаю, это понятно. Но вы все равно должны попытаться найти общие интересы, которые действительно нравятся вам обоим. Да, вы правы. Возможно, я спрошу его, любит ли он смотреть спортивные состязания или играть в видеоигры. Вот и все. И кто знает, может быть он познакомит вас с мюзиклом, который вам действительно нравится. Ха-ха, я в этом очень сомневаюсь. Но думаю стоит попробовать. Просто помните, Джон, честность, лучшая политика. Вы не хотите заводить дружбу на лжи. Ты права, Анна. Я расскажу Дэйву и посмотрю, сможем ли мы найти общий язык. В этом и заключается дух. И кто знает, может в конце концов вы станете хорошими друзьями. В этом и заключается дух. И кто знает, может, в конце концов, вы станете хорошими друзьями. Спасибо, Анна. Я расскажу вам, как все пойдет. Спасибо, Анна. Я расскажу вам, как все пойдет. Тема восьми. План рождественских каникул. Привет, Анна. Ты подумала, что нам делать на рождественские праздники в этом году? Привет, Анна. Ты подумала, что нам делать на рождественские праздники в этом году? Да, я думала, что мы могли бы отправиться в тропический отпуск и спастись от холода. Звучит потрясающе, но разве вам не кажется, что ходить на пляж на Рождество? Это банально. Звучит потрясающе, но разве вам не кажется, что ходить на пляж на Рождество – это банально? Возможно, но мне надоело каждый год убирать снег. Я хочу носить шлепанцы и пить Маргариту на пляже. Я хочу носить шлепанцы и пить Маргариту на пляже. С этим не поспоришь. А как же все рождественские традиции? Мы не можем просто их пропустить. С этим не поспоришь. А как же все рождественские традиции? Мы не можем просто их пропустить. Хорошее замечание. Возможно, мы сможем пойти на компромисс и устроить Рождество в тропическом стиле. Хорошее замечание. Возможно, мы сможем пойти на компромисс и устроить Рождество в тропическом стиле. Мы можем украшать пальмы огнями и петь калятки в купальниках. Мы можем украшать пальмы огнями и петь калятки в купальниках. ха-ха звучит довольно забавно и мы можем обмениваться подарками на девсенцезащитные очки и потягивая фруктовые напитки ха-ха звучит довольно забавно и мы можем обмениваться подарками на девсенцезащитные очки и потягивая фруктовые напитки да и вместо рождественской ветчины мы можем устроить барбеку на пляже. Да, и вместо рождественской ветчины мы можем устроить барбеку на пляже. Мне нравится, как ты думаешь. Это может стать лучшим Рождеством в истории. Согласовано. Кому нужны снег и холодная погода, если можно поплавать на солнце, песке и заняться серфингом? Согласовано. Кому нужны снег и холодная погода, если можно поплавать на солнце, песке и заняться серфингом? Именно так, давайте начнем планировать нашу тропическую рождественскую феерию. Именно так. Давайте начнём планировать нашу тропическую рождественскую феерию. Тема 9. Выпускная церемония. Привет, Анна, ты вчера вечером была на выпускной церемонии. Привет, Анна, ты вчера вечером была на выпускной церемонии. Да, было очень весело. Все были так взволнованы и счастливы. Да, было очень весело. Все были так взволнованы и счастливы. Это круто. Вы видели какие-нибудь забавные моменты? А чёрт возьми, да. Да. У одного парня упала кепка, когда он шёл по сцене за дипломом. А чёрт возьми, да. У одного парня упала кепка, когда он шёл по сцене за дипломом. Ни за что. Он остановился, чтобы забрать его или просто продолжил идти. Ни за что. Он остановился, чтобы забрать его или просто продолжил идти. Он попытался поднять его, но в итоге споткнулся и чуть не упал. Это было довольно забавно. Ха-ха, бедный парень. Но, по крайней мере, он получил диплом, верно. Ха-ха, бедный парень. Но, по крайней мере, он получил диплом, верно. Да, и он заслужил дополнительные аплодисменты и аплодисменты за этот драматический момент. Отлично. Похоже, все хорошо провели время. Отлично. Похоже, все хорошо провели время. Определенно. И выпускник произнес очень вдохновляющую речь, которая заставила всех слезы. Ой, это мило. На выпускных церемониях я всегда волнуюсь. Это особенный момент, когда все эти трудолюбивые ученики достигают своих целей и переходят к следующей главе своей жизни. Я тоже. Не могу не согласиться с этим. Поздравляем всех выпускников. Поздравляем всех выпускников. Не могу не согласиться с этим. Поздравляем всех выпускников. Да, мы желаем им удачи в их будущих начинаниях. Да, мы желаем им удачи в их будущих начинаниях. Тема 10. Суши. Привет, Анна, ты когда-нибудь пробовала суши? Привет, Анна, ты когда-нибудь пробовала суши? Конечно, я обожаю суши. Суши. Это одно из моих любимых блюд. Конечно, я обожаю суши. Это одно из моих любимых блюд. В самом деле, никогда не пробовала. Что в этом хорошего? В самом деле, никогда не пробовала. Что в этом хорошего? Ну, для начала, очень вкусно. И есть так много разных видов суши роллов на выбор. Не знаю, меня немного раздражает идея сырой рыбы. Поверьте, все не так плохо, как кажется. Кроме того, есть много вегетарианских блюд, таких как роллы с авокадо и роллы с огурцом. Поверьте, все не так плохо, как кажется. Кроме того, есть много вегетарианских блюд, таких как роллы с авокадо и роллы с огурцом. Поверьте, все не так плохо, как кажется. Кроме того, есть много вегетарианских блюд, таких как роллы с авокадо и роллы с огурцом. может попробую но что если мне это не понравится может попробую но что если мне это не понравится тогда я съем твои суши для тебя без проблем тогда я съем твои суши для тебя без проблем ха-ха сделка но что если она мне в конечном итоге понравится и я не смогу перестать его есть ха-ха сделка но что если она мне в конечном итоге понравится и я не смогу перестать его есть затем нам нужно будет создать группу поддержки наркоманов от суши затем нам нужно будет создать группу поддержки наркоманов от суши похоже на план но сначала давайте съедим суши и посмотрим из-за чего вся эта суета похоже на план но сначала давайте съедим суши и посмотрим из-за чего вся эта суета да давайте сделаем это уверяю вас вы не пожалеете об этом да давайте сделаем это уверяю вас вы не пожалеете об этом спасибо за просмотр подпишитесь на наш канал и смотрите больше видео с нашего канала